Здравствуйте дорогие друзья, 7 сентября 2022 года прошла первая осенняя презентация Apple Event. В этом кратком, но информативном видео, без упущения важных деталей, я расскажу о всех представленных новинках. Тим Кук сразу же заявил, что представит три продукта, iPhone, AirPods и Apple Watch, а также расскажут о более тесном опыте взаимодействия этих устройств. Рассказали несколько историй о том, как умные часы Apple спасали людям жизни. Так что пишите Тиму Куку и просите, чтобы eSIM заработал в наших странах на часах Apple. Apple Watch номер один по продажам вот уже 7 лет подряд. Вот так выглядит новая серия с 8. Добавили новые циферблаты, в том числе вот такой, хорошо читаемый. Добавили новый датчик температуры, который в первую очередь будет помогать следить за женским здоровьем, который влияет и на семью, и на общество. Добавили новый набор расширенных функций, например, связанных с овуляцией. Датчик температуры даст ретроспективную оценку, когда произошла овуляция. Для этого интегрированы два новых датчика. Температура измеряется каждые 5 секунд. Ночное отслеживание поможет в целом следить за организмом как женщин, так и мужчин. Добавили уведомления об отклонениях цикла. Ведь это может свидетельствовать о заболеваниях. Всем этим можно поделиться и с личным врачом. Все данные зашифрованы. Есть отдельный пункт в меню, где можно контролировать данные. Apple Watch теперь могут фиксировать автомобильные аварии. Произойдет автоматический созвон со службой спасения. Для этого используются два датчика. Обновленный акселерометр и датчик перегрузки. Благодаря этому часы могут точно распознавать момент удара. Фиксируются удары спереди, боковой удар, сзади и опрокидывание. Время автономной работы Apple Watch до 18 часов. Добавили новый режим низкого энергопотребления. До 30 часов работы до подзарядки. Будет работать обнаружение, активность и падение. Отключится Always On Display и тренировки. Функция заработает с Apple Watch 4 и новее. То есть это программная фича, которая придет с обновлением. Apple Watch теперь работает с международным роумингом. К концу года заработает в 30 странах. 4 цвета в алюминиевой версии, 3 цвета в стальной версии. Также представили несколько новых обычных ремешков и эксклюзивной для Nike версии. Сколлаборировались и с Hermes. Можно прикупить два стильных и очень дорогих ремешка. Плюс добавили эксклюзивный циферблат Hermes. Стартовая цена 8-го поколения 400 долларов за модель с GPS и 500 долларов с сотовым модулем. Плюс 3 месяца подписки в Fitness Plus в подарок. Предзаказ доступен сегодня. Старт продаж с 16 сентября. Рассказали и про более доступную версию Apple Watch SE. Новые SE второго поколения будут распространяться в трех цветах. Переделана задняя крышка. Сделана она из композитного материала. Добавили сенсор обнаружения аварии как в Apple Watch 8. Дисплей на 30% больше, чем в Apple Watch 3. Чип стал на 20% производительнее. О 250 долларов за модель с GPS. Предзаказ доступен сегодня. Старт продаж 16 сентября. Apple поработала с продвинутыми спортсменами, прислушивалась к их пожеланиям и разработала специальную версию Apple Watch Ultra. Они получили новый дизайн. Корпус изготовлен из аэрокосмического титана. Сверху плоское сапфировое стекло, которое не выпирает. В центре самый большой и яркий дисплей среди всех Apple Watch. Добавили новую оранжевую настраиваемую пользовательскую кнопку действия. Коронка и боковая кнопка стали крупнее, чтобы можно было использовать их в перчатках. Добавили новый динамик для увеличения громкости и улучшенные микрофоны. Самая большая батарея в Apple Watch. 36 часов на одном заряде и до 60 часов в режиме повышенного энергосбережения. Создали новый циферблат с компасом. Он настраивается для гор, океана или пробежек. А еще есть ночной режим с красными делениями. Альпийская петля это новый усиленный ремешок для версии Ultra. Это эластомер с трубчатой геометрией. Пряжка и петли титановые. Для выносливых спортсменов есть улучшенный нейлоновый ремешок Трейл и ремешок для погружений Ocean. Улучшен GPS даже при работе в городе. Теперь он двухчастотный. Добавили новые показатели в тренировках. Например вертикальные колебания и зоны частотного ритма. Позже в этом году новая функция будет автоматически распознавать выход на дорожку. С новыми Apple Watch Ultra в режиме энергосбережения можно пройти весь триатлон. А еще с ними можно в горы при минус 30 градусов или в пустыню при плюс 55. Изменился дизайн приложения Компас. А еще он поможет вернуться обратно, когда вы будете находиться вне доступа действия сети. Если вы заблудились, можно включить режим SOS. Высокая частота звука из двух динамиков позволит услышать вас на расстоянии до 180 метров. Добавили приложение Глубиномер. Часы получили специальный сертификат соответствия. Теперь это компьютер для дайвинга. Есть планировщик погружения, который активно взаимодействует со смартфоном. С дополнительной кнопкой действия и коронкой очень удобно пользоваться приложением Oceanic Plus под водой. В бортжурнале можно анализировать данные погружения и делиться ими. Корпус имеет размер 49 мм, яркость дисплея 2000 нит, часы в два раза более влагозащищенные, чем предыдущая Apple Watch. Имеется возможность погружения до 100 метров. А также новый стандарт прочности Mil 810H3 и защита от влаги и пыли по стандарту IP6X. Стартовая цена 800 долларов. Купить можно с 23 сентября. Переходим к наушникам. Обновили Pro версию. Они получили новый чип H2. Увеличена производительность и пропускная способность звука. Добавили новый драйвер и усилитель. Вы услышите больше деталей и получите широкий динамический диапазон. Улучшили функцию пространственное аудио. Только не забудьте просканировать уши через айфон. Прокачали активный шумодав, который стал возможен благодаря чипу H2 и по другому расположенными отверстиями. Улучшена пассивная звукоизоляция. Благодаря новым амбушюрам. Режим прозрачности стал лучше. Теперь он адаптивный. Данные обрабатываются 48 тысяч раз в секунду. Стройка больше не проблема. Для управления задействуются 4 сенсора. Добавили емкостный чувствительный слой. И теперь можно регулировать громкость свайпами вверх и вниз. Увеличили время автономной работы до 6 часов, что на 30% дольше. С кейсом до 30 часов прослушивания, что на 6 часов дольше. Функция Find My позволит найти не только наушники, но и кейс, благодаря встроенному динамику. А еще кейс можно заряжать от таблетки Apple Watch. Сбоку добавили отверстие для ремешка. Apple утилизирует ваши старые наушники бесплатно, просто отправьте их по почте. Цена новинки 250 долларов. Предзаказ 9 сентября, старт продаж 23. Ну и гвоздь программы iPhone 14. К популярным размерам добавили новый увеличенный дисплей на 6,7 дюйма в плюс версии. А вот миника больше нет. Обновили расположение компонентов, чтобы сократить перегрев. OLED-дисплей на 1200 нит яркости. Защита экрана прежняя, Ceramic Shield. Доступно будет 5 цветов с новым фиолетовым синим цветом. Время автономно работает целый день, а увеличенная плюс версия проработает еще дольше. Это доступная замена Pro Max. Обновили чип Apple A15. Он получил новый 5-ядерный графический процессор, который стал на 25% производительнее. Еще есть 6-ядерный центральный процессор с двумя производительными и 4-мя энергоэффективными ядрами, а также 16-ядерный нейронный движок. Новая 12-мегапиксельная основная камера получила большой сенсор с быстрой диафрагмой, который будет лучше фиксировать движение. Матрица способна на 49% лучше улавливать свет в ночное время. Второй сенсор тот же 12-мегапиксельный ультраширик. Фронталка на 12-мегапикселей получила быстрый автофокус благодаря обвязке датчиков Face ID. Получает на 38% больше света в каждом кадре. Обновленный чип Apple A15 лучше обрабатывает ночные фотографии. Движок Photonic Engine улучшает качество HDR при слабом освещении на аппаратном уровне. Добавили режим Active Mode для получения плавного видео даже при сильной тряске. Он легко заменит вам гимбал. Apple убрала лоток для физической сим-карты. Теперь связь можно подрубить только через eSIM. Активными будут две eSIM. iPhone 14 получил новый гироскоп и акселерометр для определения автомобильных аварий. iPhone теперь может подключаться по спутниковой связи к службе спасения, даже там где нет сотового покрытия. Подключение к спутнику для режима SOS сложная задача. В iPhone не вставишь громоздкую антенну. iPhone 14 подключается через специальный интерфейс, чтобы точно направить телефон на спутник. Разработан новый протокол сжатия короткого текста. Сообщения сжимаются в три раза. Отправка от месседжей будет занимать меньше 15 секунд. В хорошую погоду, а с неясным небом несколько минут. Apple поработала с МЧС, чтобы сделать пользовательские инструкции. Но в вашем районе должен быть специальный поставщик экстренных услуг, чтобы все заработало. В ноябре функция заработает лишь в США и Канаде. Стартовая цена на iPhone 14 от 800 долларов. Плюс версия обойдется от 900 долларов. Разница между моделями только в диагонали дисплея и времени автономной работы. Предзаказ 9 сентября. Старт продаж iPhone 14 16 сентября, а плюс версии 7 октября. Обновили и Pro линейку. И да, продолговатый вырез пришел на смену челке. Корпус остался из нержавейки. Четыре цвета. Apple представила новую лицевую панель. Датчики TrueDepth стали на 30% компактнее. Датчик приближения расположен под дисплеем. Dynamic Island. Это новая система интерфейса вокруг камер и сенсоров. При получении уведомлений остров расширяется и демонстрирует их, чтобы вы не отвлекались от текущих приложений. Начало зарядки, подключение AirPods и прочей активности будут отображаться специальными иконками. И анимации. Интегрировали музыкальное приложение. Может даже показать обложку альбома. Остров интерактивен. Добавлено очень много динамичных и плавных анимаций. С островом работает таймер и карты. В iOS 16 на экране блокировки будут отображаться живые мероприятия. Разработчики смогут адаптировать свой софт под остров. Обновили дисплей на 6.1 и 6.7 дюйма. Рамки стали тоньше. Яркость 1600 нит, как в мониторе Apple Pro Display XDR. А пиковая яркость 2000 нит. Это рекорд в смартфонах. Наконец-то представили функцию Always On Display. Это стало возможно благодаря ряду новых технологий, из-за чего дисплей энергоэффективен. Частота обновления 1 Гц. Можно использовать даже свои собственные обои. И при этом будет задействован специальный алгоритм затенения. Виджеты позволяют следить за активностями и уведомлениями, не прикасаясь к смартфону. Добавили новый чип Apple A16. Сосредоточились на энергоэффективности, возможностях дисплея и камеры. Построен он на 4 нанометровом техпроцессе. Это самый быстрый чип в смартфонах. Шестиядерная процессорная часть имеет два высокопроизводительных ядра, которые на 40% быстрее, чем у конкурентов, и на 20% энергоэффективнее. Также используются 4 энергоэффективных ядра, и они стали лучше. Используют на треть меньше мощности. Всего чип может обрабатывать 17 триллионов операций в секунду. Пропускная способность памяти увеличена на 50%. Движок отображения обеспечивает обновление дисплея в 1 Гц. Улучшены нейронный движок и процессор обработки изображений. Основной сенсор камеры теперь на 48 Мп. Матрица стала на 65% больше. Система сдвига матрицы обновлена до второго поколения. Фокусное расстояние новое, 24 мм. Теперь используется пиксель биннинг. Это объединение 4 пикселей в 1, что позволяет получить хорошие 12-мегапиксельные фотографии ночью. В приложение камеры добавлен режим двукратного увеличения, опять же благодаря объединению 4 пикселей в 1. Снимок получается на 12 мегапикселей. Телевик на 12 мегапикселей имеет трехкратный зум с фокусным расстоянием 77 мм. Смартфон может снимать в формате Apple Pro Raw. С разрешением в 48 мегапикселей. Такие снимки отлично подойдут для постобработки, например, в фотошоп. Отдельный движок чипа Apple A16 улучшает детализацию и снижает уровень шума. Ультраширик на 12 мегапикселя получил больший сенсор. Теперь он в три раза лучше захватывает свет. Новый объектив получился более резким и детализированным в макро режиме. Переработана и вспышка. Теперь она учитывает фокусное расстояние. Используется 9 светодиодов. Вспышка в два раза ярче и дает в три раза более равномерный свет. Кинематографический режим теперь поддерживает 4К разрешение при 24 кадрах. Время автономной работы весь день. Даже с функцией Always On Display. Цена не изменилась. От 1000 долларов за 14 Pro и от 1100 долларов за Pro Max. Предзаказ 9 сентября. Старт продаж 16 сентября. Как вам новинки? Что бы вы купили? Пишите в комментариях. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech. Подписывайтесь, если не хотите пропустить полноформатные обзоры новинок. Пока-пока.